Давайте я поговорю про другие вопросы в теории общественного выбора, что вообще изучается. Что вообще изучает эта теория, некоторые коллективные принятия решают. Что вот есть, например, есть несколько вариантов, из них нужно выбрать какой-то один. Или, что более сложно, есть несколько вариантов, а их нужно всех в порядке искать, какой самый лучший, какой следующий, третий и так далее. Значит, бывают такие спикуляции, что, мол, эта теория важна только в демократе, а если быть, например, королевская власть, то эта теория не нужна. На самом деле это не так. Потому что даже если человек, принимающий решение только один, и даже если нет никаких тягивых кардиналов и так далее, то все равно даже для одного человека могут быть разные критерии, по которым сравнивать разные альтернативы. И тогда в качестве избирателя наступают эти самые критерии. то есть, например, выбираете вы какой-нибудь сложный потребительский талфер. Сложный талфер. И так далее. Получается, что по разному параметру вы их упорядочите по-разному, а в итоге нужно, в итоге нужно их упорядочить по... То есть нужно либо выбрать самый лучший, а если, например, есть еще одно решение на бюджет, тогда можно их упорядочить по величине и выбрать самый лучший из техник только возрасте. Поэтому даже если решение принимает только один человек, то все равно эта теория может быть применима. Но, к сожалению, в этой теории, как вы видите, тоже нет идеального права. Когда эта вся наука начиналась, да и вплоть до первого года 20-го века, был мне такой оптимизм, что вот сейчас мы решим задачку, придумаем самые лучшие правила определения результата, и у нас там будут самые лучшие процедуры выборов и так далее. Но, к сожалению, в 20-м веке в разных областях было несколько разочарования. В физике возникла квантовая механика с неопределенностью, в математике и теореме Йонделя про то, что есть утверждения, которые нельзя не опровергнуть. Но и вот здесь в теории общественного выбора тоже возникли теорема невозможности о том, что некоторые вещи в принципе невозможны. Значит, не бывает процедуры, которые удовлетворяют сразу нескольким прав. Но чтобы понять, почему нет идеальной процедуры, надо сначала понять, чем будет существующая. Например, может быть такая процедура. Выбор в один тур. Выбор в один тур – это что такое? Что там вообще дано изначально? Но можно считать, что изначально мы знаем предпочтение всех избирателей. Нет, ну вообще процедура – это какая-то, что каждый выбирает какую-то альтернативу и, соответственно, побеждает та альтернатива, которая будет больше всего у нас. Каждый голосует за одного. Выбор в один тур. Да, выбор в один тур. Каждый голосует за одного. Соответственно, побеждает только на два больше всего голоса. Значит, этого выбора – одна альтернатива. Иска. Ну, какие могут быть проблемы? Проблемы могут быть такие. Ну, во-первых, можно показать, просто очень мало набра. Да, там можно, видите, набрать 24%. И такое вполне бывает реально. Вот, это первое. Второе, что тут можно манипулировать при помощи списка кандидатов. Например, пусть ситуация такая. Пусть, скажем, 40% избирателей считают, что самая лучшая кандидатура – это А. Значит, следующее включение – это В. Третья – А. Дальше 30% считают, что самая лучшая В. Ну, а дальше не надо. Значит, да. Еще 30% считают, что самая лучшая В. Значит, тогда здесь, и, значит, из этих… Теперь в таком соотношении будет А. Значит, А по 20%, В и С по 20%. Но может быть так, что кроме А еще есть какой-то А штрих. И этот А штрих для этих почти такой же хороший, как А, но для них это чуть лучше для этих очень-очень хуже. Значит, эти вот 40 делятся на 20, для которых А лучше, чем А штрих, тем лучше В, лучше С. И еще на 20, для которых А штрих лучше 2, лучше В, лучше С, да. Ну, или можно… Сейчас, давайте, скажем… 20, 20, скажем… 25, 15. Ну, если, соответственно, добавить А штрих, ну, тогда ничья между бойцами, но, по крайней мере, А не победит. Ну, А штрих не победит. То есть, получается, что мы добавляем альтернативу, которая не побеждает, но меняет победителя. Вот. Это мне очень хорошо. Я не понимаю, почему. Что такое добавляем альтернативу? Ну, значит, из… из А, В и С побеждает А. Да. То есть, из тампора А, В и С побеждает А. А из тампора А штрих, В и С побеждает А. Ну, скажем, если вот… Да. 31, 12. Да. Ну, получается, что мы добавили альтернативу, которая сама не побеждает, но при этом меняет победителя. Если мы тогда погляжли или вошли их, тогда это ничего интересного, конечно. Раньше ее просто не было, теперь она есть, она побеждает. А тут, получается, что она есть, но она не побеждает. Но из-за того, что она есть, менять победителя с А на В. Угу. Кроме того, даже если чуть-чуть добавлять, возникает простор для того, что называется стратегическое голосование. А теперь, например, я давайте вот здесь напишу, здесь будет В лучше, С лучше, А, С лучше, А лучше, В. То есть, вот эти вот 30-ти одному совсем не нравятся, что побеждает А. Значит, А для них самая плохая альтернатива. И С было бы получше. Вот. И если из них хотя бы 12 человек, достаточно сознательное, то эти сознательные скопилируются и вместо травы голосуют за С. И тогда С добавится в 12 голосов, и тут будет вместо 39-40 кафе. И получится, что С будет на днях. И это лучше не только вот этим, но и тем, кто отклонится. То есть, от того, что вот эти 12 отклонились, исход для них стал лучше. Это тоже манипуляция. Да? Здесь всегда, значит, вот эта манипуляция со стороны тех, кто составляет список вот этого, стратегическое голосование, куда со стороны избирать. Да? То есть, в принципе, какая идея, мы выходим, что каждого спрашивают, скажите нам, пожалуйста, честно, как вы думаете, какая гнинатор самая лучшая? А вот эти, вместо того, чтобы честно ответить, что с их точки зрения самая лучшая Б, они начинают думать, что будет потом происходить, и вместо того, чтобы честно ответить, что это самая лучшая Б, начинается часть самая лучшая Ц. Таким образом, они меняют результат, и им же, в итоге, лучше становится. То есть, то, что они собрали, им стало лучше. Ну, на самом деле, похожие вещи будут всегда. Такую систему не будет рассмотреть. Похожие вещи будут всегда. Есть Ну, какие вообще-то бывают системы. Бывает выбрать два тура. Значит, когда сначала в первом туре выбирается, где самая лучшая альтернатива, потом во втором туре они сравниваются. Могут быть разные обобщения, например, есть такая процедура, где на каждом раунде тоже много туров. Да, если какая-то альтернатива набрала большинство, то 80% она побеждает, а если не одна набрала, то 2% она в втором туре. Бывает много туров, значит, когда опять же есть какая-то альтернатива набрала большинство, то она побеждает. А если не одна не набрала, то мы, наоборот, исключаем самую плохую альтернативу, которая меньше всего набрала. И переголосов. А потом снова самый плохой исключатель. И так пока не остается только арка. Ну вот там такая же стура реально используется, но не на общественно-социальных выборах, а вот когда выбирают стоить за индийских игр, или еще что-нибудь такое. Там бывает вот огонь, на котором голосование. Где на каждом раунде самая плохая активность выисключается. Вот, что еще бывает? Ну, недавно был такой евроизм. Тоже евроизм победитель и вообще все упорядочивает. Значит, там какая процедура? Там тоже есть много разных выборщиков. И каждый выборщик упорядочивает, они просто говорят, что это все самое лучшее их упорядочивает. И там самый лучший получает 12 баллов, следующий 10 и так далее. То есть тут, в отличие от предыдущего, значит, здесь голосуют не просто говорят, какая-то все самое лучшее, а делают порядок. Но он там, правда, не полный, только видишь, но в принципе там и полный есть. Просто потом баллы все выбирают. Ну и потом, соответственно, вся верхушка списка получает какие-то баллы, которые потом собираются. Могут быть какие-то еще более хитрые правила. Вот тут еще можно рассказать о парадокском торце, связанном с ним правильно. Парадокс начинает следующий. Ну даже можно его и здесь описать. Да, что вот даже вот ровно до таких данных, да, у нас получается, что 69 из 100 считает, что ла лучше, чем ла. А я еще все время пишу вот такой вот значок кривой, считаю, что ла лучше. Да, то есть прямой значок это больше, с какой-то объективной точки зрения, а вот такой кривой это субъективно, да, субъективно лучше. Вот, знаешь, 69 из 100 считают, что ла лучше, чем ла. Считаю, что 71%. Считаю, что ла лучше, чем ц. И так же 60% считает, что целый шап. А то есть что получается? Получается, что большинство считает, что а лучше b, большинство считает, что b лучше c, и большинство считает, что это все лучшее. Такое же не может быть одновременно, если это строгое, если это строгое лучшее, то нарушается правила развитивности. Правила развитивности, оно должно быть почти нет. Экономисты это называют рациональностью, в математике просто порядком. Многие говорят, что все-таки мы должны суметь упорядочить альтернативы. Экономисты так объясняют, что это такое революционное приобретение. Потому что если какая-то обезьяна будет считать, что пальма A лучше, чем пальма B, а пальма B лучше, чем пальма C, а пальма C лучше, чем пальма A, то тогда она с пальма A будет перескакивать на пальму C, потом с пальмы C на пальму B, потом с пальмы B на пальму A, и так будет прыгать, пока не всем не получится. Поэтому, соответственно, нетразитивные предпочтения приводят к нерациональному поведению, должно эволюционироваться. Поэтому нам так нравится, чтобы все было непопорядочно. Но парадокс есть в том, что невозможно получить такой порядок при помощи попарных свадений. Понятно, что если вы начинаете сравнивать на зиму попарных, на тебя кто ввезет такой палец, кто в такой, кто в такой, то тогда возможны такого рода парадоксы. С другой стороны, еще давайте я подпишу один пример, в котором как раз невозможно получить парадоксы. И там как раз возможна важная сравнение. Значит, это пример такой, когда не просто альтернативы висят в голове, а есть еще какой-то альтернативный порядок, есть какой-то альтернативный порядок, и на большую палец сплошь. Например, можно считать, что имеется, скажем, специальное помещение, и все, кто находится в помещении, спорят на том, какую техникуру выставит специальное помещение. Вот, кто-то нам говорит, да, мне нужно, мне, пожалуй, 24 градуса. Да, вот это, вот это я лучше всего, но больше всего 24, мы уже, да, тоже забрались. Да, соответственно, на меньшее тоже. Диалог 24. Диалог 24, а Робе 100. А кто-то говорит, нет, мне жутко жарко, давайте, да, 17 градусов. Вот, уже я думал, если меньше, то тоже будет холодно, да, больше. Ну и, соответственно, да, вот, может быть, там много разных реантов. И, соответственно, каждый говорит, значит, каждый говорит, если что поставить. Ну дальше, что нужно с этим сделать, чтобы получился краж? Что, в отличие от того, как выходит тур, не нужно действовать выше. А нужно выбрать то, что называется медиа. Почти медиа, это не линия в треугольнике здесь, а это такая точка, что слева от нее и справа от нее на шкале одинаковое число. Пометка. Да, то есть, опять же, это миссия не так. Да, середина между двадцать и двадцать четыре, это двадцать с половиной. А это именно медиа, что слева от нее две точки отлично, и справа от нее две точки отлично. Итак, что получается? Получается, что если они будут голосовать, то как раз медиа или какой-то другой вариант попал. Открывает попал. Например, вот пусть они выбирают два с половиной и девятнадцать. Тогда за два с половиной наступают вот эти, вот эти и вот эти. Соответственно, три против двух побеждает двадцать один на девятнадцать. Если два с половиной на девятнадцать, то точно вот эти второе будут за двадцать один. а 19 непонятно, а 19 может быть за то и за то. Ну, там же либо 3 на 2, либо 4 на 1, то убеждают 20 сетей. Но если у вас за 1 с 22-мя, то тоже за 21 наступает вот это, вот это и вот это. То, что 3 против 2, убеждают. Ну и так, соответственно, медиана, в такой ситуации, когда есть одна идеальная точка, а в области, чем дальше, чем хуже, в такой ситуации, медиана, что умирается, убеждает. О, Кандарская.